Малыш Лаври просто прелесть. Познакомимся поближе. Мальчик с рождения в роскоши. Даже волосики из золотой потали. Изготовим трусики. Блестящие лямки и пара пуговичек дополнят образ. Просто маленькое золоце. Теперь пора отдыхать. Купюры Лали Баксов мягче любого матраса. Мама накрывает малыша сверкающим пледом и оставляет смотреть золотые сны. Звездочки Балдахина заменяют ночное небо. Эрика наоборот. Растит малышку скромно. У них почти нет денег, приходится обходиться малым. Рисуем крошке Росси новое личико. Алые губки, белокурые волосы. Очень красивая девочка. Ей хорошо даже в одежде из мешковины. Эрика души не чает в дочке. У молодой семьи даже нет дома, приходится ютиться в тесной палатке. На ветвях деревьев сушить белье, а обогреваться у костра. Ничего, родная, когда-нибудь мы разбогатеем. Ты умничка, тебя ждет большое будущее. А пока знай, мама любит свою девочку. Эрика самостоятельно управляется с бытом. Белье высохло, пора снимать. Пока мамочка была занята, детка уснула. Как сладко она спит. Приготовлю для нас ужин. Природа щедра на урожай, девушка всегда может добыть еду. Похлебка из отварных овощей утолит голод, а морковочки вкусные и полезные. Пусть мой ресторан на природе не готовит изысканных блюд, ребенок всегда сыт и здоров. Создаем обувь для лаври. Наносим гель-лак и скорее сушить. Облеклый цвет украшает золотая втирка. Чудесные туфельки. Добавляем полосочки крепления, обувь готова. Шайни вышла на прогулку со своим малышом. В колясочке путешествовать очень удобно, но нужно учиться ходить. У меня есть подарочек. Смотри, какие прелестные туфли. Золотые ножки топ-топ по дорожке. Давай попробуем сделать первые шаги. У него здорово получается. Из мусорных пакетиков сшиваем бахилы. На ножке их фиксируют резинки. Малышка, пора учиться ходить, но точно не босиком. Мамины шлепки совсем неудобные. А что если сшить? Есть идея. Неподалеку мусорные баки. Немного усилий и терпения, и ножки доченьки защищены. Гуляй по травке сколько угодно. Объединяем блестящую ткань и целое полотно купюр. Детский конвертик так и кричит. В нем завернут наследник финансовой империи. Обвязываем ленты из трасс. Мама с сыном мчатся за вкусняшками. Хочется сладкого. В этой кофейне должно быть что-то интересное. Еще бы, это самое дорогое заведение в городе. Посмотрим. Все так дешево. Официант, самые дорогие напитки мне и ребенку. Оу, неужели он завернут в конверт из купюр? Официанту и не снились такие чаевые. Но для богачки главное, чтобы напитки были вкусными. И в этом не подвели. Шайни принесли потрясающий коктейль и Лаври доволен. Если под рукой нет лолибаксов, подойдет и обычная газета. Главное, чтобы детке было комфортно. Эрика убаюкивает доченьку. Хотя газетка и не слишком согревает, когда нужно выбраться в город, конверт просто спасение. Можно взять доченьку на руки и прогуляться по бульвару. Старый лоточек от сыра превращается в роскошную ванночку. Покрываем ее золотым акрилом. Не стоит экономить на ножках. Устанавливаем драгоценные камни. Бортики сплошь покрыты самоцветами. А с россыпью купюр пенка еще мягче и воздушнее. После насыщенной прогулки стоит принять ванну. Мамочка тут же отправляет сыночка купаться. Хорошо, что нам сделали целую баночку эксклюзивного глиттера. Стоит добавить горсть в воду и тут же поднимется нежнейшая пена. А сколько блесток! Шайни отчитывают купюры. Купание в золоте и деньгах обычная процедура для малыша Лаври. Мой малыш достоин самого лучшего. Емкость от губки превращается в детскую ванночку. Покрытие слегка стерлось. Но если не обращать внимание на внешний вид, то ничего страшного. Росси обожает плескаться в ванночке. Неподалеку от палатки бежит чистейший ручеек. Он всегда выручает. Мама умывается и умывает девочку. А теперь набирает полную ванночку. Сама природа помогает семье справляться с трудностями. Росси любит играть с капельками. Водные процедуры окончены. Одеваемся и вновь можно возвращаться к играм. Шайни охота спать. Но блеск золота слепит глаза. У Лалилу есть решение. Из кусочка фактурного фоамирана вырезаем маску для сна. Кошачьи ушки, как мило. А сверкающие звездочки напоминают о далеких светилах космоса. Как атмосферно. Фиксируют маску золотистая лента. Долой бессонницу, да здравствуют яркие сны. Шайни целый день возилась с сыночком. Столько впечатлений. Уверена, завтрашние приключения будут еще лучше. А теперь отдыхать. Так-так, что интересного в Лалилу? Глаза уже слепаются. Где моя масочка для сна? Ох, обожаю ее. Такая красивая. Подстать мне. Спокойной ночи, любимый канал. Лалилу тоже желает тебе приятных снов. Отрезок ткани заменяет Эрике маску для сна. Но он не слишком справляется с задачей. Сквозь проникает свет, не прикрывает глаза. Эх, придется считать овечек. Мама напевает Росси уютные колыбельные. Девочку пора укладывать спадки. Огонь не даст семье продрогнуть. Ох, малышка почти уснула. Уложим ее в палатку. Ох, пожалуй, присоединюсь к доченьке. Старая игрушка в этот раз не пригодится. А вот моток проволоки то, что нужно. Фиксируем в основании вертикальную трубочку. А под углом наклонена шпажка. Лишний край обрезаем. Блестящая лиана обвивается вокруг инструмента. Роскошь и блеск, такая арфа наверняка стоит целое состояние. В огромном замке Шайни есть даже отдельный зал для занятий музыкой. Я с детства прививаю Лаври любовь к искусству. Сегодня на музыкальный вечер приглашен король игры на арфе, Серж Лувьер. Музыкант поприветствовал семью. Присев у арфы, парень приступил к игре. Пальцы ловко побежали по струнам, оставляя за собой раскатистое эхо чудесной музыки. Мелодия тронула сердце Шайни. Браво, браво, маэстро! Серж Лувьер откланился в знак благодарности. Его выступление будет щедро вознаграждено. Распечатанное радио приклеиваем на пенополистирольный блок. Стенки обклеиваем картоном. Сверху удобная ручка, несколько кнопок настройки и торчащая антенна. Интересно, это чудо техники еще работает? Или ему место в музее винтажной аппаратуры? Прогуливаясь по улочкам, Эрика подошла к мусорным бакам. Что ж, такие находки неспроста. Наверняка день проходит под счастливой звездой. Обнаружить радио – небывалая удача. Девушка тут же бросилась проверять, работает ли оно. Малышка заинтригована. Что же первым прозвучит из динамиков? Щелчок кнопки и «Ура!» из радио полились звуки песни на иностранном языке. Находчивая Эрика придумала, как использовать подаренный шанс. Она включила трек и запила караоке прямо посреди улицы. Без микрофона, а просто в банан. Ведь главное – голос и харизма. У девушки отменный слух. Ее исполнение привлекло внимание прохожих. Вскоре вокруг певицы собралась целая толпа. Публика щедро поддержала творчество. Парень даже расплакался. Таким душевным было исполнение. «Я благодарна каждому, кто слушал мое пение. Вы – замечательная публика». Выступление Эрики собрало хорошую прибыль. Девушка смогла арендовать чудесный дом для себя и крошки Росси. Их внешний вид преобразился. Ведь теперь семья может позволить себе что угодно. Наконец-то покой и достаток. Теперь мы ни в чем не нуждаемся.